Результаты конкурса среди вузов за право получить субсидию на продвижение в различных международных рейтингах оказались предсказуемы. Такое мнение озвучил заместитель министра образования и науки России Александр Повалко. Напомним, для участия в конкурсе были приняты 54 заявки от российских вузов. Победители определял Совет повышения конкурентноспособности российских университетов. Его курирует министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Среди членов жюри были и представители международных организаций. Что оценивалось в ходе конкурса? Три вещи. Насколько вуз силен сейчас, каким потенциалом он обладает, насколько он способен двигаться, изменяться, прирастать и насколько та программа, которую вуз предлагает, соответствует его амбициям. В целях повышения конкурентноспособности в конкурсе не принимали участие Санкт-Петербургский государственный университет и МГУ имени Ломоносова. Субсидии на развитие получат 15 высших учебных заведений. География предсказуема. Москва, Санкт-Петербург, Сибирь. В число победителей вошли не все федеральные вузы. Юг России в топе не представлен вообще. У нас достаточно сильно сужено представление о целях университетов. Очень мало кто смог понять и увидеть себя как глобального игрока. Как правило, речь идет о незначительных, ну или значительных улучшениях того, что уже существует сейчас. Главные задачи программы, по словам экспертов, это создание международных лабораторий в университетах и обновление кадрового состава. На это, по словам ректора высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, уйдет минимум пять лет. Надо сломать всю психологию академических коллективов, научных коллективов, университетов, что теперь их должны оценивать коллеги на глобальном рынке, международные научные советы по направлению, и что отбирают теперь по конкурсу те же самые международные научные советы. Это очень жесткий фильтр. Университеты-победители получат на развитие 9 миллиардов рублей. Субсидии поступят уже в начале этого учебного года. После проведения осеннего мониторинга круг участников программы может как сузиться, так и расшириться.